На проект закона Республики Тарстан на бюджете Республики Тарстан на 2016 год закон был принят в первом чтении 17 октября текущего года. На законопроект в регламентные сроки поступило 280 поправок, из них от Кабинета Министров Республики 263 поправки от депутатов Госсовета 17. В процессе подготовки проекта закона ко второму чтению хочу отметить о результативности совместной работы депутатов Государственного Совета с правительством Республики по внесенным предложениям. Поправки внимательно проанализированы Министерством финансов, рассмотрены правительством Республики. По некоторым из них уже сегодня принимаются решения, даны соответствующие поручениям Министерствам и ведомствам о решениях в следующем или последующих периодах. В результате депутатами было снято 6 поправок. Из оставшихся 274 поправки 9 поправок рекомендуется к отклонению и 264 поправки к принятию с учетом одной объединенной поправки депутата и поправки из Кабинета Министров. Предлагается рассмотреть сначала поправки, рекомендованные Комитетом к принятию. Уважаемые депутаты, у вас на руках имеется таблица поправок. Эти поправки можно сгруппировать по четырем блокам. Первый блок включает в себя 105 поправок, отражающих дополнительные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на сумму 1 миллиард 715 миллионов рублей. В первую очередь это дотации на повышение заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации в сумме 822 миллиона рублей. Далее уточнены субсидии с увеличением на 732 миллиона рублей. В основном сумма увеличения направлена на государственную поддержку сельского хозяйства. Уменьшаются субвенции в общей сумме на 113 миллионов рублей. Основной объем уменьшения приходится на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в связи с изменением количества получателей данного вида социальной поддержки. В то же время увеличиваются расходы на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны на 437 миллионов рублей и другие социальные обязательства. Иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 274 миллиона рублей. Основное увеличение – это выделение средств на завершение комплексного проекта «Культурное наследие» «Остров Грасс и Яш» и «Древний Болга». Второй блок поправок в количестве 27 связан с уточнением государственных программ и их мероприятий, а также выполнением условий софинансирования. В связи с изменениями мероприятий в государственной программе социальной поддержки граждан Республики Торстан на 2014-2020 годы поправками перераспределяется осигнование по подпрограммам данной государственной программы. В связи с уточнением получателей бюджетных средств корректируются мероприятия по профилактике наркомании среди населения и организация обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского питания. Для выполнения условий Федерального центра по софинансированию отдельных мероприятий предлагается без изменения общего объема расходов выделить необходимые для софинансирования объемы расходов отдельными строками в части государственной поддержки сельского хозяйства. Это позволит уже в начале 2016 года получить финансовую помощь из федерального бюджета по соответствующим направлениям. Третий блок поправок в количестве 53 касается вновь принятых в сентябре-октябре текущего года нормативно-правовых актов. По расходам в данном блоке к рассмотрению предлагается следующее. Уменьшен объем субсидий городу Казани в связи с реструктуризацией задолженности по кредитам в 101,4 миллиона рублей на подготовку к проведению 27-й Всемирной летней универсиады 2013 года. Ну, поскольку изменился процент до 0,1 вместо 0,5. Средства в освобождающемся в связи с погашением в 2015 году кредита связаны с модернизацией больницы скорой медицинской помощи в городе Набережный Челны сумме 172 миллиона. Также на проведение мероприятий на стадионе Казань-Арена, мероприятий Республики Татарстан на стадионе Казань-Арена, содержание открытого инженерного лицея, увеличение зарплаты работникам архивов, программа переселения соотечественников, на уплату налога на имущество бюджетными учреждениями, вновь созданными бюджетными учреждениями и субвенции на реализацию государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальных район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативно-правовых актов. И четвертый блок – это поправки, являющиеся итоговыми. Их 78. Все указанные поправки не меняют дефицит бюджета 2016 года, 5,8 миллиарда рублей, не увеличивают доходную и расходную часть, за исключением суммы, которая распределена федеральным бюджетом, 1 миллиард 715 миллионов рублей. Изменения носят объективный характер и основываются оно в принятых нормативно-правовых актах федерального и республиканского уровня. Уважаемые депутаты, предлагаю таблицу поправок, рекомендованных к принятию, принять в целом.